Владимир Путин на собрании, посвященном 80-летию Сталинградской битвы, сказал немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующей Гитлера, руками бандеровцев. Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. И в чем-то он был, безусловно, прав. Не в смысле угроз всяким шведам, а в том, что немецкие танки на Украине – это повторение истории. И тут уместно вспомнить великого философа Георга Вильгельма Фридриха нашего Гегеля, заметившего, что история повторяется дважды. Но вы помните, сначала трагедия, потом фарс. Трагедия свершилась 80 лет назад. Следовательно, ожидаем фарс, участникам которого не позавидуешь. Но вообще-то я о другом. Путин явно злился, говоря о танках с крестами. А че злиться-то? Давайте честно и спокойно. Если в 2004-м спокойно проглотить конституционный беспредел в соседней стране, с которой столетия вытворили единое государство. Если в 2008-м остановить войска на подступах к столице другой соседней страны, лежащей в сфере теоретических геополитических интересов. Если за 8 лет не завершить крупную военную экспедиционную операцию «Де Юра» ничем. Если в 2014-м снова наступить на украинские грабли и не взять то, что само падало в руки. Если в 2015-м оборвать наступление дружественных сил, а потом бесконечно повторять мантру минских соглашений, когда и малому детяте было ясно, что никто их соблюдать не собирается. Если, наконец, в 2022-м начать неподготовленную воинскую операцию, а когда все пошло не так, упорно твердить, что все идет по плану. Если допустить потопление крейсера «Москва», если оставить без адресного ответа атаку на Крымский мост, если точно так же не отреагировать на уничтожение газопроводов, то как же можно хотя бы предполагать, что... Я продолжу известные цитаты американского поэта Джеймса Райли. Если нечто выглядит, как утка, плавает, как утка и крякает, как утка, то это, вероятно, и есть утка. И немного цитату парафразирую. Если кто-то выглядит, как Путин, говорит, как Путин и действует, как Путин, то это, вероятно, и есть Путин. Спасибо. Всего доброго.